Вчера было воскресенье, у меня был пятый день, и он был завершающий. Всё, меня можно поздравить. Я доделала свою грандиозную задумку. Единственное, что у меня осталось, это доделать мозаику. Я уже оставлю это очень на потом. Ну, как бы сильно затягивать, конечно, не буду. Столкнулась с такой сложностью, с которой у меня не получилось пока что справиться. Мне нужно заполнить небольшие такие фрагменты, остатки, там вот промежутки есть. И для этого нужно мозаику разрезать. В общем, я купила какие-то два приспособления в Леруа, но пока что у меня ничего не получилось. Либо они не подходят, либо я что-то делаю неправильно, не знаю. Буду разбираться, это уже не критично, это уже просто можно оставить на потом. Я, конечно, вообще просто безумно счастлива. Ну, в общем, с этой стороны, я уже показывала в предыдущих видео, ничего особо не поменялось. А вот с другой, у меня появились двери, и я уже начала заполнять... А, я доделала вот эту стену. У меня появилась вторая нижняя полочка, я её заполнила, как и хотела. Теперь она, ну, напоминает, как обычная какая-то стена. Ну, не как обычная, конечно, ну, в общем, как имитация стены, как я и хотела. Дальше. У меня появились двери. Так как дверь мне пришлось уже самой пилить и покупать кромку, которая была, немножко она не совпадает по цвету, честно. Меня вообще это не напрягает, и я сюда даже внимания... Ну, как бы вообще на меня в глаза не бросается. Поэтому я даже не хочу с этим заморачиваться. Сюда сделала полочки. Ну, это как для открытого хранения. И вот здесь для хранения всяких, ну, баночек, консервов. У меня там лекарства, корма для животных. Единственное, с проводами. Наверное, какие-то хомуты стоит взять и, ну, просто вот эти провода как-то закрепить, и всё. Ну, здесь тоже я уже показывала. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. Всё осталось на том же, как оно и было. Ну что, какой итог можно подвести? В принципе, если у вас возникает какое-то подобное желание, как у меня, и вы боитесь, что вы не справитесь, не бойтесь, просто пробуйте, и всё. Ну, вот, если вы, допустим, как-то более внимательным будете, возможно, у вас не будет таких вот недочётов, как у меня. Когда-то я не допилила полки, не допилила дверь, потом ездила в это Леруа, вчера дважды проехала. Я распилила эту дверь, опять я не перепроверила, я не перемерила. Я просто по памяти называю размер, по памяти это нормально вообще. Я приехала, мне распилили, что у меня один сантиметр лишний получился. Это когда я уже начала эту дверь. Я дверь эту прикрутила, начинаю её закрывать, она, у меня двери, получается, одна на другую заходят. Ну, вот как вот так вот делать? Ну, это я, я вот такая, я тороплюсь, поэтому, если у вас вот как-то вот с этим вниманием более-менее, вы там себя перепроверяете по несколько раз, то, конечно, у вас не будет такого. А у меня вчера вот эти двери не сошлись, что, я опять её снимаю, поехала в Леруа ради этого сантиметра, чтобы отпилить один сантиметр, я опять отстояла на этом распиле, не знаю, наверное, час. Потому что до меня там тоже девушка пилила что-то, и там очень долго это всё делали. И вот ради вот этого сантиметра, это такая потеря времени. А могла бы сразу это сделать. Почему? Вот так. То есть вы можете, даже если у вас возникает подобное желание, вы делаете ремонт, и что-то хочется попробовать, какую-то мебель, вы можете не начинать, если вы никогда не пробовали, допустим. Не начинайте с таких больших сложных конструкций, чтобы получилось так, что деньги на ветер выпустили. Попробуйте с чего-то маленького. Какой-то маленький столик, может быть, при диване.